ну что машинах мы играли в истребителях мы также играли но в яхтах но в яхтах нам еще не доводилось пора это исправить подумал мистер лоуренс и создал для клэя томпсона его 8 кроссовки по образу и подобию любимой яхты друзья вы на канале soul finder меня зовут кирилл с вас подписка на канал если вы здесь впервые и лайк этому видео авансом а с меня детальный обзор на анто кейки 8 прежде чем рассказывать о материалах которые здесь с виду вроде бы и простые но все же флагманского уровня я пару слов расскажу о дизайне эти кроссовок кроссовки анто последних лет всегда выделяются уникальным дизайном и невероятной проработкой деталей и 8 томпсон и это не исключение как я уже сказал объектом вдохновения двойна лоуренсом это дизайнер данной пары который создал первые кроссовки девайда от конверс и его же первой кроссовки от лининг объектом вдохновения была яхта ее черты прослеживаются в геометрии мицоли от округа пятки до заостренного носа я впервые увидел на носке реально острие это прям нос яхты область шнуровки она олицетворяет собой морскую гладь который яхта разрезает по пути своего следования это наглядно показано на коробке кроссовок если посмотреть на коробку сверху до 8 томпсона это конечно не кейти 6 которые были усыпаны просто миллиардом отсылок карьере самого клея томпсона но все же в этой паре есть пара крутых моментов первый момент это цифры цифры на подошве в области пятки 1987 1988 и соответственно 2017 2018 это прямая отсылка к первому в истории back-to-back наследию отец клэя томпсона майкл томпсон в 87 и 88 году становился чемпионом nba в составе лос-анджелес лейгерс и через 30 лет его сын клэй томпсон стал чемпионом nba в составе гсв 2017 и 2018 году сын повторил достижение отца ровно через 30 лет и это невероятный факт так что он нашел свое отражение в данных кроссовках но точки на подошве в области носка здесь ребят без статистики не обойтись 2016 год финал западной конференции 6 игра оклахома сити тандер против golden state warriors точками на подошве показаны все броски гсв из-за дуги но 11 закрашенных точек это 11 попаданий клэя томпсона благодаря которым команда вышла в финал того года 11 номер на майке 11 пик драфта 2011 года и 11 3 очковых все это клэй томпсон кроссовки выполнены в материалах которые меняются от расцветки к расцветке есть пары которые представлены материалом speedfiber это плетение из т.п. нитей легкая и достаточно дышащие у меня вариант в сплошном листе синтетики ребристой синтетики также нас дальше ждет пары в дениме в чем в бархате и даже полностью в т.п. листе по типу фампозита какие томпсоны будет на ваших ногах решать только вам также в зависимости от выбранного материала кроссовок меняется и уровень вентиляции данной пары если для вас параметр вентиляции важен тогда давайте свое предпочтение парам в материале speedfiber он немного лучше но все же вентилирует что касаемо моей пары здесь материал корпуса абсолютно не пропускает воздух и циркуляция воздуха и только через язычок язычок кстати выполнен из очень тонкого и легкого материала по типу джерси в подошве мы имеем две амортизационные пены это окантовка подошвы из пены и flash edge и сердцевина подошвы из пены нитро edge также в подошве расположена карбоновая пластина длиной почти во всю стопу от носка до пятки которая приправлена еще и пластиковой ставкой именно в центре самой стопы кроссовки полностью соответствуют размеру который заявлен на бирке при этом имеют посадку чуть более уже обычной так что игроки с обычной стопой или же с узкой стопой могут спокойно брать свой размер но широко стопы ребят я вам советую взять пару на половинку размера больше стопа внутри кроссовок сидит отлично передней и в средней частях она зафиксирована вообще не эластичным корпусом но в области пятки сравнении с седьмой моделью мы потеряли те самые массивные два валика с эффектом кожачьего языка именно те самые два валика они отвечали за невероятную фиксацию области пятки в кроссовках но в кейте 8 дизайнер решил отказаться от них и разместил набивной материал только лишь по окантовке воротника если кроссовки шнуровать не на полную тогда пятка начинает гулять вверх вниз что принципе не есть хорошо поэтому эта пара требует плотной и сильной шнуровки и вот именно при ней появляется единственный недостаток в области комфорта данных кроссовок это шнуровка тот самый легкий тонкий язычок который отвечает за вентиляцию данной паре именно он и не справляется с давлением шнуровки на подъем стопы если вы сильно за шнуруете кроссовки вы почувствуете максимальный дискомфорт то есть но шнурки прямо будет впиваться в вашу стопу так что ребят нужно искать золотую середину между плотной шнуровкой и все же фиксации пятки амортизационное оснащение кроссовок клэя томсона это ежегодное удивление когда появились шестерки и в них поставили капсулу из пены смарт-сэм которая гасила все нагрузки она удивила многих затем в продаже поступили кейте 7 которые представили миру эталонную пену nitro edge которая имеет просто невероятный баланс между уровнем амортизации и чувством порта по типу того что показывала пена boost в ее лучшие годы 8 модель она не могла не удивить и здесь мы имеем ту самую пену nitro edge которая дополнена вставкой смарт-сэм в области пятки и более того она окантована пеной эй flash edge по всей линии стопы пена и flash edge она более упругая и более неподатливая на скручивание скажем так и она работает именно как клетка как клетка для основной амортизационной пены основная задача пены и flash edge заключается в сдерживании основного пеноматериала nitro edge который находится в ее середине от чрезмерного расхождения стороны при приземлении игрока зачастую с этим всегда справляется пластиковая клетка но пластик это более жесткий материал он очень сильно расковывает пеноматериал от того самого расхождения чем снижает уровень амортизации такое было в кейте 6 и в кейте 7 но в кейте 8 дизайнеры решили исправить ситуацию с пластиком они его нафиг убрали и поставили окантовку из более упругого пеноматериала насчет чего уровень амортизации кроссовках на очень и очень шикарном уровне ну и помимо всего в подошве есть огромная карбоновая пластина она длиной буквально от пятки до практически носка вы можете спросить при чем здесь карбон когда я рассказываю об амортизации а все дело в том что порою вопросе амортизации я говорю о том какой взрывной первый шаг дают эти кроссовки и вот за счет использования карбона он буквально вот досюда здесь вы когда сгибаете кроссовок он тут же и за счет карбона пластины выстреливает вперед и вы получаете невероятный импульс для рывка так что ваше дело только потом представить что вы будете делать на той скорости которую вам подарят эти кроссовки ну а взрывном шаге они позаботятся на все 100 процентов слава богу в этом году кроссовки клэя томсона получили очень простой рисунок протектора который можно описать одной фразой это круги на воде отброшенного в нее камня за счет такого рисунка протектора мы имеем отличное разнонаправленное сцепление с игровым покрытием как видите у меня пара с непрозрачной подметкой которая в теории должна работать чуть хуже чем пары с прозрачной подметкой но на деле все вообще не так чистый зал пыльный зал грязный зал да в любом зале я от останавливался именно тогда когда сам этого хотел даже когда игра в 20 00 в зале в котором никто не убирал самого утра там ребята многие проскальзывали но не я в паре кейте 8 так что я бы больше советовал наверно пары с непрозрачной подметкой потому что в них еще можно будет смело поиграть и на улице антоки эти 8 это низкие баскетбольные кроссовки впервые за историю линейки антоки эти его кроссовки основной линейки сразу же получаются в низком профиле не дожидаясь постсезона все это объясняется тем что сам клэй томсона просил дизайнера сделать ему пару в низком профиле мол поиграв и в высоких и в низких за 7 лет к нему пришло сознание что высота кроссовок это не есть гарант безопасности вся безопасность заключена в подошве и в ее работе а свобода движения стопы в области голеностопа куда лучше чем ощущение скованности но все же любители поиграть в высоких баскетбольных кроссовках также не остались стороне потому что кейте 8 это первые баскетбольные кроссовки в истории компании анта с адаптивной областью воротника хотите высокие кроссовки отстегнули воротник зашнуровали последнюю петлю и вот у вас высокая пара хотите играть низких все наоборот пристегнули воротник вниз перри шнуровали и вы играете низких низкие вот только высота данных кроссовок это самое настоящее плацебо вы поднимаете воротник и мысленно убеждаете себя что вы играете высоких кроссовках но на деле воротник здесь вообще ничего не решает а вот нижняя часть кроссовок здесь оснащение настоящего флагмана за счет которого получить травму в этих кроссовках ну крайне сложно я не скажу что здесь получить травму нереально потому что всегда найдется какой-то уникальный игрок который нет нет да и завернет лопать такой паре даже несмотря на всю ее оснащенность в вопросе безопасности стопа сидит в кроссовках достаточно низко и она окантована пеной пеной который выходит за плоскость стопы буквально на целый сантиметр это невероятная лодочка которая держит вашу стопу при боковых смещениях дополнительно в подошве разместили карбоновую пластину который не дает кроссовкам вообще скручиваться как бы ты это не пытался делать ну и еще есть пластик пластик это лодочка в центральной части стопы которые в дополнительно поддерживают ее при тех же самых боковых смещениях реально завернуть в них ногу ну очень сложно потому что нужно будет перепрыгнуть целый сантиметровый бортик пены и это еще дополнено аутриггером который такой же широкий как и ну почти такой же как был носить на семерках так что ребят в вопросе безопасности здесь продумано все кроме пятки пятка все равно двигается если вы ее будете шнуровать недостаточно сильно но если будет достаточно сильно и шнуровать тогда она будет вам пережимать стопу поэтому я почти почти всегда играл с пяткой которая двигалась вверх вниз не могу сказать что это как-то убивает безопасность но все же оно есть для кого-то это критический момент но практически я никогда не на него не обращаю особого внимания ну двигается двигается господи ну и чё с ним но вот чего нельзя отрицать так это массивности данных кроссовок когда смотришь на них сверху это просто таки огромные лапки и создает такое впечатление что легкие первые вторые номера от игры в клей томсон 8 они будут чувствовать себя неуклюже но здесь стоит вспомнить о первых донованах и о первых как живут дон и шью и вон они и о первых три янгах эти кроссовки что донованы что янги не вообще не уступают ширине паре анта кейте 8 ну и ничего разыгрующим них играют и не жалуются так что и на игру в этих кроссовках они не будут жаловаться итоги итоги что здесь можно сказать новый год кроссовок клей томсона и новый флагман так идет из года в год но ежегодно пара имеет какие-то недостатки здесь они также есть это тонкий баланс между шнуровкой и движением пятки в кроссовках и сниженное чувство корта которым я так и не сказал как рассказал про амортизацию здесь здесь все-таки она немножко снижена не эталонная не отличная просто хорошие но вот преимущество данной пары куда больше чем недостатков это и шикарный уровень амортизации это невероятная безопасность это отличный уровень комфорта и в целом фиксации стопы кроссовки идеально подойдут для игроков третьих пятых позиций но и 1 2 номера также могут найти мне свои преимущества в описании к ролику вы найдете промокод на скидку 15 процентов на официальном сайте анто спорт россия используйте ее чтобы снизить ценник на данную пару до ценник высокий с этим вообще никто спорить не будет но все-таки при использовании промо-кода скидка на них очень крутая и ценник буквально спускается до цены пары анто кейти 7 друзья вы на канале soul finder спасибо что смотрели этот обзор до конца подписывайтесь на канал если здесь впервые оцените видео лайками поделитесь комментариях своим мнением о паре о данной паре меня зовут шлякин кирилл и это был детальный обзор на анто кейти 8